Продолжение следует... Продолжение следует... Для этих целей мы опросили порядка 50 крупных компаний. И исследование, к сожалению, конечно, показало, что у нас в Казахстане кризис посткоронавирусный, плюс еще к тому же несколькие цены на нефть, они дадут негативный эффект в целом. И компании, вот эти все 50 респондентов, в среднем отмечают, что на восстановление к докризисному периоду, то есть для того, чтобы выручка у них такой же или прибыльность такой же стала, им потребуется как минимум один год. То есть, представьте, один год компании будут работать, конечно, ниже той того уровня или той нормы прибыльности, которая у них была. Также хотел отметить то, что такие индустрии, как авиа, как финансовая индустрия, опять же, индустрия развлечений, они, конечно же, получили такой наибольший негативный эффект. Так, если говорить про конкретные цифры, в среднем в авиационной индустрии спрос снизился на 72%, финансовый сектор на 42% и в части ресторанов на 80%. И в то же время я хотел отметить то, что в ресторанном бизнесе в Казахстане задействовано 350 тысяч человек, это представьте, те люди, которые за вот этот период карантина и сейчас, точнее, за период ЧП и за период карантина получат заработную плату или в неполном объеме, или намного снижен. Теперь, говоря про дополнительные наши наблюдения и исследования, то, что поддержка государства в нашей стране соответствует уровню 9%. В целом, если посмотреть на другие страны, то по-разному, в зависимости от экономики каждой страны, но каждая страна пыталась по большей части помочь малому среднему бизнесу, помочь своим компаниям. И такие страны, как UK, Соединенные Штаты Америки, Германия, конечно, они поддержку оказали намного большую. Но при всем при этом в Казахстане 9% от ВВП, это очень значительная, существенная сумма, которая составляет 14, практически 14 миллиардов долларов США. Также, вот, хотел отметить то, что спрос сам по себе, он серьезно упал в Казахстане, практически как и на товары, так и на услуги. И поэтому все компании сейчас находятся в режиме такого ожидания. То есть, все ждут, когда же закончится кризис. И, соответственно, тогда можно будет перейти к новому витку, можно будет уже думать об инвестициях. Сейчас, во время кризиса, многие компании, практически 90%, заморозили все свои инвестиционные проекты. Это значит, что компании пока ждут, выжидают, как пройдет вот эта волна кризиса и куда мы перейдем. Так, у нас здесь, похоже, идет подключение. Сейчас уже подключилось более 30 человек. Мы ждем Олжаса. Так. Ну и вот, в целом, резюмируя результаты нашего исследования, я еще раз хотел сказать, то что, а, ситуация не из простейших, поэтому, говоря о нашем сегодняшнем эфире, мы попробуем раскрыть несколько тематик. Первое, это блок вопросов, связанных с так называемыми, ожидаемыми институциональными реформами. Это раз. И второй блок вопросов, он относится как раз к поддержке малого-среднего бизнеса. И третий блок вопросов, как раз, относится к налогообложению. И мы посмотрим, насколько... Так, сейчас подключаем. Добавляем... Сейчас идет ожидание. Олжас, приветствую. Да, приветствую, Сакин. Да. Как сегодня прошел день на, скажем, удаленном формате работы и вся неделя? Ну, прошло, как и предыдущие, полтора месяца карантина, два месяца карантина. В принципе, нормально. Вообще, работа на удаленке, по-моему, уже все к ней привыкли. Не хватает, конечно, немного человеческого общения вживую. Ну, вот как раз мы сегодня нашим слушателям немного подарим этого человеческого общения. Я вот уже вкратце рассказал о результатах нашего исследования, которым мы недавно поделились, которые мы провели, о воздействии ковида на экономику Казахстана. Рассказал об основных тезисах и сказал, что сегодня мы будем освещать три вопроса. Первый вопрос – это как раз ближайшие меры поддержки и ожидаемые институциональные реформы, которые будут у нас в стране. Второй блок вопросов, он относится к поддержке как малого, среднего бизнеса, так можно и проговорить и о крупных компаниях, потому что мы слышим сейчас в средствах массовой информации, говорят и о наших различных проектах в разных индустриях. Я для крупного бизнеса имею в виду. И третий блок вопросов. Я видел, что у себя на странице в Фейсбуке как раз ты освещал вопросы, связанные с ИПНом. Я думаю, многие сейчас задаются вопросом, это должна быть гиперплоская или прогрессивная шкала по части ИПНа. Вот потихоньку я предлагаю в этом направлении двигаться. Во-первых, позволь поблагодарить тебя за возможность провести вот этот прямой эфир, так как я уверен, у многих наших слушателей есть вопросы. Сейчас вот мы потратим 50 минут на наше с тобой общение, и потом попробуем ответить на ключевые вопросы. Первый вопрос с моей стороны теперь. Я вижу, вот по роду деятельности ты выбрал как раз заниматься именно экономическими вопросами и стать вот именно экономистом. Также хотел отметить то, что вижу, не так много экономистов у нас в Казахстане занимают активную позицию и готовы разъяснять населению простым языком какие-то сложные экономические термины, те постулаты, которые применяются у нас, предположим, в стране, какие-то нормы, которые нам предлагает правительство. И я хотел сказать, что тебя можно назвать таким активистом, который обо всем этом рассказывает. Вот хотел узнать, как ты пришел именно к экономике, почему выбрал специализироваться именно в этом направлении, а второе, почему решил стать как раз активистом, да, загнимать вот эту проактивную позицию? Я думаю, все достаточно просто. Я, когда школу заканчивал, вообще в целом выбирал, куда поступить, почему-то уверенно пошел на экономический факультет, и меня просто юридический факультет, он не особо так мне нравился, и востоковедение, и факультет, и специальности, где разные языки изучают. Я считал, что язык, это больше как бы должно быть дополнение, у каждого человека должен знать один или нескольких иностранных языков. И остальные факультеты были не совсем так интересны. Поэтому на экономический факультет я как бы выбрал практически, не сомневаясь в этом. Что касается активной жизни, активной жизненной позиции, здесь, я думаю, это больше срабатывает личностно. В любом случае наиболее активны те, у которых есть какая-то харизма, то есть это больше такой образ характера. И поэтому просто у кого-то это вообще в целом постоянно такая активная энергия, то есть он не может там спокойно сидеть. И есть некоторые, для кого триггером становятся определенные события. И поэтому вот я в принципе в школе, в университете практически везде всегда какую-то активную позицию занимал. Поэтому просто это продолжение личностных качеств. И в любом случае в стране там хватает различных переживаний и различных проблем. Поэтому вот на соцсети, я думаю, все же способствует некой открытости, где вот эти переживания, они как-то выплескиваются. И вот оно получается то, что в итоге больше людей старается быть активнее. На самом деле это для нас феномен такой, формируется, я бы сказал, такое гражданское общество. Да, ну я спешу согласиться, то, что характер он задает тонны на всю жизнь, да. И мы с тобой ровесники. Я могу сказать, что когда в 90-е годы идешь в школу, да, а потом дальше вот в конце 90-х поступаешь, получается, там в университет, то определенный заряд энергии в то время задавался, да, всем нам. И сейчас, конечно, задается трендами цифровизации и другими. Ну давай вот перейдем уже к тематике нашего сегодняшнего обсуждения. Я хотел бы задать первый вопрос. Вот взять... Извиняюсь, только у меня видео нормально видно или засет это, по-моему? Вот сейчас видео зависло, но слышимость просто идеальная, да, слышимость, голос продолжает идти, а видео нет, видео нет, неактивно. А вот, все-все. Возможно, это связано с... А, да, исправил, да. Да, отлично. Ну вот второй вопрос. Если взять в Казахстане период независимости, 30 лет, то его можно как раз очень четко поделить на три этапа. Первый этап – это, я бы назвал его, зарождение частной собственности, зарождение вообще независимого Казахстана, когда 16 тысяч объектов были приватизированы. Это вот прошло со времени независимости до 98-го года. С 98-го года по 2008-й год – это можно назвать такой период роста цен на нефть, да, там, розовые очки, гиперпроекты. Давайте там построим башню такой вышины, давайте там запустим ракеты туда-то, да, ну то есть, и давайте выдадим такие-то кредиты. И в 2008-м году наступает кризис. Понятно, что с 2008-го по 2018-й год можно вот этот третий период назвать периодом осознания, когда все поняли, что денег, во-первых, легких не бывает, и второй момент, что за все надо платить, да, и то, что нужно очень взвешенно подходить к любому инвестиционному решению. Соответственно, у меня вопрос. Вот если взять вот эти все различные проблематики у нас были, да, мы там проходили через разные кризисы, но на сегодняшний день, если выделить там, предположим, 3-5, может быть, ты другую цифру назовешь, ключевых вот проблем, которые существуют в экономике Казахстана, и хотелось бы послушать твое мнение, выделить основные проблемы, которые существуют именно на сегодняшний день. Понятно. И первая проблема, естественно, это занятость. У нас официально, я хотел бы немного, небольшое уточнение начали сделать, то есть все вот эти оценки и осуждения, которые я делаю, это, естественно, мое личное мнение, это никак не отражает какую-либо официальную позицию администрации, президента. И поэтому, что касается занятости, у нас официально 500 тысяч человек до карантина было безработное, и где-то самозанятых 2-2,5 миллиона было, из них моя оценка, что минимум миллион, там, это реально было безработное. То есть из 9,5 миллиона экономического населения, полтора миллиона – это безработные. И из оставшихся 8 миллионов, 4 миллиона имеют полную занятость, и еще 4 миллиона – это частичная занятость. Поэтому это, на самом деле, достаточно такие плохие показатели, и поэтому здесь еще много предстоит сделать. А вот вторая проблема – это в целом комплекс, я бы сказал, таких социальных проблем. Это и жилье, то есть недостаточность обеспеченности жильем населения. У нас в целом 21 квадратный метр считается, но, то есть не надо, что население. Но если по городам и селам разбить, население, естественно, цифра больше, в городах, соответственно, поменьше. В последние годы, конечно, динамика улучшается. У нас был период, когда вообще было там 17-18, но сейчас 21-22, то есть цифра получше становится. Но все же, на самом деле, мы могли бы быстрее строить. И нехватка жилья, она там свой комплекс проблем создает. И третья проблема – это в целом устойчивость, целевая зависимость государства, очень много большая зависимости от царя и слабая дезинфицированность промышленности. У нас по большинству потребительских товаров, на самом деле, мы могли бы сами производить, но, к сожалению, у нас более-менее обеспеченность по продовольственной продукции где-то процентов 70, а по остальным позициям мы от 0 до 40% обеспеченность внутренним производством. И, кстати, вот этот нюанс, он тесно связан с занятостью. Как только здесь обеспеченность будет расти, это означает, что проект внутри страны, соответственно, и будет расти занятость. Четвертая проблема – это, я бы сказал, слишком частые изменения вообще во всем, что касается государства. Это изменения структуры государства, правительства, частые кадровые изменения, это частые изменения регуляторики и так далее. То есть, нестабильные, для того, чтобы бизнесу что-то планировать, бизнесу, населению, это нужна какая-то стабильность. Что касается, допустим, структуры правительства, частые реорганизации, они где-то ломают институциональную память. И частые кадровые изменения тоже, то есть, помимо институциональной памяти, вообще, в целом, это рождает синдром временчика, когда человек назначается на какую-то должность, чтобы потом тут же думать о том, на какую следующую должность он дальше пойдет. То есть, он уже, будучи назначен на должность, уже видит эту должность как временную. И, в общем, сейчас, я думаю, нужна некая стабилизация. То есть, так, чтобы, ну, это быстрая динамика процессов. То есть, сейчас, может быть, еще какое-то время это нужно, чтобы привести все к норме, а потом уже надо стабилизироваться. И регулирование, и назначение, и изменение структуры, госорганов. И последнее, пятое, это чрезмерный риск регулирования внутри государства. У нас очень большое, как бы, я бы сказал, недоверие есть на всех участках. Государство своим подчиненным, своим сотрудникам не доверяет, чиновники не доверяют, бизнесу не доверяет, население не доверяет, государство. Вот эта круговая цепочка, ее может, на самом деле, из этого круга выйти только само государство. Государство должно начать оказывать доверие своим чиновникам. И доверие это не только на словах. То есть, у них есть некоторые официально заявленные полномочия, но есть фактические полномочия. И между ними, на самом деле, есть разница. То есть, на самом деле, большая часть политических чиновников, она не имеет тех заявленных полномочий. И, соответственно, там вопрос ответственности. Ответственность все равно даже на максимуме даже больше, чем формально заявленная. И поэтому разница между реальной ответственностью и реальными полномочиями, она очень большая. То есть, реальная полномочия намного ниже, чем реальная ответственность. И, естественно, большая часть чиновников старается не принимать никаких решений. И способствует вот это появлению большой разницы. Это как раз постоянный поиск виноватых рисков. Любое регулирование предполагает, что вот тут воры, здесь плохие люди, здесь какие-то сомнительные замыслы и так далее. И когда чиновник постоянно видит в нем коррупционера, естественно, у чиновника появляется защитная реакция в виде бюрократии. То есть, коллегиальные схемы и так далее. И, к сожалению, появление вот этих новых норм, которые как бы нацелены на снижение рисков в экономике, там, в госуправлении, на самом деле сами по себе становятся большим риском. Даже элементарно, когда антикризисные меры какие-то оказываются, и из-за того, что кто-то там не хочет принимать ответственность на себя, то выделение этих денег может задерживаться. А в обычное время, так это вообще, это общее правило. То есть, постоянно все затягивается, задерживается. И в итоге, допустим, как государство какую-то инициативу на каком-то участке запланировало, пока вот эти все процедуры пройдут, это пройдет 6-12 месяцев, к тому моменту уже смысл самой инициативы исчезает, и ее просто реализуют, потому что надо реализовать. И у государства нет вот этой скорости событий. Я понял. Поэтому я... К обеду, да? Да, да. Я понял. Вот эти 5 ключевых проблем, я хотел сказать, они... Я с многими из них согласен с точки зрения, да, вот как и говоря про уровень безработицы, но безработица это больше можно взять, что постфактум, да, каких-то вот других проблем, которые на рынке труда происходят. У меня вот такой вопрос. Я видел различный, скажем так, фон по средствам массовой информации. Многие говорят про то, что сейчас во многих компаниях, как в национальных компаниях, так и в госорганах, планируется серьезное сокращение. И на этом фоне как раз вот тоже есть одно из твоих предложений, это повысить заработную плату госслужащим, с чем я могу тоже согласиться, потому что я знаю в некоторых госорганах такая зарплата, на которую, в принципе, прожить очень тяжело, да, и, соответственно, надо, чтобы человек, который туда приходил, как в Сингапуре, он получал достаточное количество именно заработной платы, чтобы он мог обеспечить свои потребности. Как вот Лик Ванью заговорил, то, что сейчас, если мы бы не подняли зарплату у нашего госаппарата, то, соответственно, они бы все поехали бы и где вот Standard & Poor, S&P 500 рейтинг, они бы туда все уехали и пытались бы работать в Амазоне, в других компаниях, да, и там себе бы нашли и получали бы адекватную зарплату. Но в то же время тогда возникает вопрос еще с другой стороны, это как раз как эти кадры выбираются, кто на эти позиции придет. Это должны быть лучшие от лучших. И вот здесь вот про этот момент мало говорилось, да, как-то. Хотелось вот тоже логику понять, твою, да, по части увеличения, и как это увеличение сделать для правильных людей, да, для тех, кто должен двигать экономику и страну вперед. Да, есть бытовая коррупция, есть политическая коррупция. Бытовая коррупция – это когда зарплата низкая, а расходы каждодневные расходы человека, они больше, чем эта зарплата. Соответственно, здесь решение просто поднять зарплату и все на этом. И мы человека тогда не подталкиваем к воровству. А есть политическая коррупция, когда, на самом деле, от уровня зарплаты не зависит. Для них эти коррупционеры, они смотрят на зарплату как на карманные расходы, и у них основной заработок – это, ну, естественно, в сомнительных схемах. И вот когда, естественно, здесь уже нужна реальная борьба с коррупцией, эти люди должны уйти, и, то есть, должна быть активная борьба с коррупцией. Хотя вот мы все равно видим, что где-то на каких-то участках, мы понимаем, что этот человек коррупционер, он продолжает работать. Или же, допустим, коррупционеру убрали, но через некоторое время он опять появился на какой-то должности. Вот эти моменты, дай бог, уйдут в ближайшее время. И вопрос, когда мы говорим «поднять зарплату чиновникам», естественно, простое население, оно будет только на это нервно реагировать. Да, блин, они и так там, у них большие зарплаты, у нас тут работы нет, не говоря уже о зарплате, а у них, куда им еще поднимать, они все равно там все воруют и не исправятся. То есть люди не будут верить этим изменениям. Поэтому здесь сперва нужна активная борьба с коррупцией. Эти люди должны, коррупционеры должны уйти. И после этого, когда придут новые там честные люди, для того, чтобы они не попали в водоворот тех же прежних обстоятельств, которые подтолкнули коррупцию, надо этим новым людям уже установить высокие зарплаты. И так, чтобы уже начать с чистого листа. И вот в таком формате, я думаю, это правильно подходит. С одной стороны, и коррупционеры ушли, с другой стороны, и для новых людей уже новые обстоятельства. То есть, если резюмировать, ужасно то, что ты говоришь, для текущего аппарата госслужащих, который есть, зарплату, соответственно, не предлагается повышать, а предлагается повышать для тех, кто будет приходить дополнительно, и из существующих будут критерии отбираться, и уже им тоже повышаться тем, что... Не совсем так. Дело в том, что, на самом деле, 95% госаппарата, они, на самом деле, честные люди. То есть, у каждого человека есть всегда какой-то друг, допустим, он точно никогда не ворует, и вообще молодец, на стороне работает. И это вот удивительный феномен. С одной стороны, у каждого есть такой друг, и не один, не два, а с другой стороны, там, у всех коллективное мнение, вот эти все чиновники, они коррупционеры. И, ну, развязка, конечно, она более простая. Это 95% на самом деле, никакие не коррупционеры. Они сами мучаются в этой системе. Там, на госуправлении, вот, ответственность большая, полномочия низкие, интриг много, этот чрезмерный документ оборот, зачастую работа не имеет смысла. И вот они, из-за этого еще текучка кадров, там, постоянно происходит. И, поэтому вопрос только в этих 5%. Вот этот 5% должен быть обновлен, и тогда обновленный госаппарат полностью имеет право на новую систему оплаты труда. Понятно. Но будем надеяться, что как раз для выявления вот этих 5% неэффективных, и где присутствует коррупция, как раз критерии правильные будут подобраны в будущем. Но если возвращаться к экономическому блоку вопросов, конечно, стоит отметить то, что сейчас наиболее пострадавшими, можно там назвать, как и крупные компании, но в то же время есть большой такой сектор, МСБ. И, говоря про МСБ, у нас до 2013 года этот, скажем, сегмент, он равнялся 17%. Потом поменяли критерии, то есть добавили там критерии по численности, и доля МСБ поднялась только за счет критериев, изменения критериев до 25-30%. И по сей день эта доля существует в неизменном виде, то есть выше 30% она не пошла. В дополнение к этому сейчас вот в стратегии Казахстан 20-50, видать то, что 50%, оттуда было взлеток 50%. То есть довести долю МСБ до 50%. В дополнение к этому все говорят про то, что у нас очень там много госпредприятий, много крупных предприятий, и доля МСБ должна быть, как в Европе, дойти до 50%. И теперь вот отсюда два вопроса. Первый вопрос. Насколько сейчас вот нам нужно стремиться к этой доле 50%? Это раз. А второй момент, вот то, что пострадали все от карантина, от периода локдауна, во время чрезвычайного положения, как нужно поддержать МСБ именно сейчас, и какие меры нужно применить именно сейчас, и какие меры нужно применить уже, скажем, во время выхода уже из карантина, из карантина в целом. Да, вот по поводу МСБ. Да, там критерии, было два в начале критерия, один по численности, второй по доходам, потом, если я правильно понял, брали критерии по доходам, и осталось только по численности. Естественно, из-за этого пошел подскок показателя, ну, чисто искусственно. И, то есть, реальная доля МСБ у нас все-таки это где-то 20%. И вопрос вот дальше наращивает. Однозначно, чем больше вот таких малых, средних предприятий, тем, на самом деле, у нас в целом экономика будет более гибкой, адаптироваться к различным обстоятельствам. Потому что все равно малый и средний бизнес, он очень оперативно принимает решения действовать. А для того, чтобы в целом экономика была стабильной, то есть, когда 80% это крупный бизнес и 20% МСБ, это и крупный бизнес, если вдруг падает, то, естественно, тут стабильности меньше. Поэтому для большей сбалансированности нужно рост показателя. Вот сколько там, 40, 50, 60% это уже, наверное, больше опытным путем надо будет понимать. Вот чисто логически, конечно, все думают, 50 на 50 должно быть. А вот что касается кризиса, связанного с вызванным эпидемией, как по-другому термин есть коронакризис, и здесь надо понять один момент. Есть обычный кризис, который вызван рыночными обстоятельствами. На него, скорее всего, надо отвечать, на эти меры, на такой вид кризиса отвечают рыночными мерами. А этот кризис, он вызван нерыночным обстоятельством. И карантин предполагал четкий разрыв экономических связей между различными контрагентами. Это, вот если как аналогию привести, то вот машина движется на полной скорости и врезается в стену, откуда ни возьмись, появилась там на дороге. И у машины, естественно, там поставляют абсолютно все детали, и малые, и средние, и крупные детали. И поэтому это не такой кризис, где можно говорить, что вот у крупного бизнеса есть заначка. Нет, крупному бизнесу тоже надо помогать. Единственное, можно где-то, чтобы недобросовестных вещей не было, можно какой-то заслан поставить, вот там бенефициары этих крупного бизнеса должны там какое-то заявление написать, что у них нет излишков средств за рубежом там. И, соответственно, они дают право, что на поиск средств, если вдруг что-то там обнаружат, чтобы эти деньги потом им возместили в счет реализованных мер поддержки. А сейчас как бы принять эту бумажку и уже исходить из доверия и начать помогать крупному бизнесу. И, то есть, там не должно быть так, что мы малому бизнесу помогли, а пусть крупный бизнес сам выбирается. Надо помогать всем. Потом есть тоже такой нюанс, когда, так как эта эпидемия является нерыночным событием, то, естественно, основным инструментом в борьбе с кризисом тоже должны стать нерыночные инструменты. Нерыночные меры. И только потом, по мере выхода экономики из кризиса, потихоньку надо их отменять, снижать масштаб и заменять рыночные меры. И сейчас основной способом борьбы с кризисом должна являться повышение платежеспособного спроса населения и бизнеса. И вот как в других странах сделали, очень классные меры, когда есть выплаты для населения, и они длятся в течение нескольких месяцев. Есть еще, скажем, в некоторых странах, когда выдают спецкредиты, и их прощают полностью, если там минимум, скажем, 80% кредита выплачено на зарплату. То есть критически важно поддержать спрос населения в этот период. И здесь, если с точки зрения схемы смотреть, конечное потребление, это вот ситуация, мер поддержки, она на самом деле является стартовой точкой. Население дает деньги, дальше они начинают потреблять, и денежные средства уже двигаются от одной цепочки, от одного контрагента к другому контрагенту. Если этого не сделают, то придется помогать всем контрагентам, но при этом, если не будет вот этого спроса, то это будет иметь такой ограниченный эффект. И поэтому сейчас задача должно быть восстановление платежеспособного спроса населения. И те меры, которые, допустим, правительство предлагает, оно, конечно, меры хорошие, но большинство этих мер, они как-то вот в рамках прежнего старого шаблона. То есть есть не только какая-то боязнь реализовывать нестандартные меры. За рубежом мне нравится атмосфера принятия решений, когда они очень легко идут на нестандартные меры. Там исходят больше, то есть по болезни лекарства, простой принцип. Если нерыночная причина, значит действовать нерыночными способами. И у нас, к сожалению, больше реализован комплекс стандартных мероприятий, но нестандартных мер их практически не было. Поэтому единственной нестандартной мерой, которая была, это вот полная отмена в отношении МСБ налогов в течение шести месяцев, налогов и сборов платежей. На самом деле, то есть там можно было намного шире подойти. Теперь по поводу, я насколько знаю, правительство в ближайшее время объявит еще какие-то мероприятия. Надеюсь, они будут также какой-то положительный эффект иметь. При этом еще надо понимать, вот те шесть триллионов, которые выделили, желательно при выделении этих средств обеспечить высокую скорость доставки этих денег. По дорожной карте занятости, например, акиматы, они же сталкиваются с проблемой занятости на местах. Люди требуют работы и так далее. Вот они сейчас стараются на скорости действовать. Потом по кредитованию. Вот там есть достаточно нестандартная мера, это как отмена или снижение кредитного риска для того, чтобы банки могли оперативно действовать, выдавать кредиты. Вот, скажем, в Швейцарии был простой инструмент примен, если правильно помню, 10%, может, чуть больше, 15% берут прошлогодний доход и в пределах 10-15% от прошлогоднего дохода выдают кредит автоматически в течение 30 минут. Точно так же надо было сделать и у нас. И, к сожалению, такие нестандартные инструменты, они у нас не были применены. У нас до сих пор по банкам по кредитным программам есть проблемы с кредитным риском. Вот через программы дому пытались минимизировать кредитный риск, где-то 50%, где-то 85%. Это хорошая мера, но там механизм госгарантии. Что государство на себя берет риск невозврата кредита. Но там, естественно, он не полностью, он от 50% до 85%. Здесь я был больше сторонником для того, чтобы довести до 100% хотя бы в отделах каких-то сумм. И да. Есть еще множество нестандартных мер. У нас в принципе уже просто режим ЧП тоже закончился и как бы уже идет оживление экономики, миллион, полтора миллиона рабочих сейчас уже восстановилось. если вот эти в принципе можно было эти меры и сейчас как-то реализовать и конечной точкой сделать момент времени, когда экономика восстановилась и нету угрозы новых эпидемий, то есть новой волны. До этого момента как-то продолжать оказывать меры поддержки. Понятно. Вот как раз в этом и вопрос. у нас исследование показало, что нужно поддерживать не только малый и средний бизнес, но также и крупный бизнес, потому что в крупном бизнесе задействовано большое количество во-первых работников, большое население, процент населения Республики Казахстан, и понятно, что если оставить крупный бизнес без внимания, то завтра мы будем иметь серьезную проблему. Но вот как раз как вот сейчас вот учитывая, что все-таки не были применены вот эти как ты говоришь нестандартные меры, а были применены стандартные меры, такие аккуратные, осторожные. И как вот сейчас повысить скорость, чтобы именно помощь пришла вовремя, хотя бы сейчас уже. Это первый такой вот вопрос. И второй момент, как вот чтобы эта помощь пришла для до правильных компаний. Не всем подряд, тут тоже понятно, а нужно дать тем, которые завтра возможно будут нашими флагманами экономики как в крупном, так и в МСБ сегменте. Вот скажем, в России была классная мера в отношении МСБ. Те налоги, которые они уплатили в прошлом году, в 19-м году, их все вернули обратно. То есть да, те, кто уплачал налоги, вот тому и возвращают, тому и поддерживают. поэтому и есть еще такая мера поддержки, как по поводу кредитов, условно, тоже смотреть их активность, там, доходы за прошлый год и, как в Швейцарии сделали, там, 10-15-20% в этих, от этой выручки, от объема, то есть в этих пределах установить 100% госгарантию на кредитный риск по кредиту и таким образом кредитный риск 100% убирается и резко увеличивается скорость выплаты кредитов. Также у нас по поводу был большой скандал по реестру системообразующих предприятий. К сожалению, там неправильная подача, кто-то из чиновников сам же слил это своим друзьям в контексте того, что закрытый список, что вот уже окончательный. На самом деле это вообще не так было. Это как раз этот кейс, где можно смело поддержать правительство, и здесь на самом деле разработка этого реестра не несла никаких сомнительных схем. Это был просто рабочий процесс обсуждения, и на самом уровне правительства понимали, что тот список, который был, он не подходит. Там как раз всем дали поручение дайте полный список, обновите и с отраслевыми ассоциациями поработайте. Просто не успели пока еще этот полный список дать, и уже поднялся скандал. А в итоге сейчас с этим реестером все заглохло. У нас крупных компаний 2500, если правильно помню, 2500, 2600. И там надо, я думаю, уже понятно, что помесячно, если сравнить, там, январь, февраль, март, апрель, и сравнить с тем же периодом прошлого года, сразу видно, кто на сколько пострадал. И, соответственно, даже можно не запрашивать эти списки. у нас комитет дает список 2500, всех сравнили, у кого падение продаж, дальше уже смотреть. Есть падение продажи, допустим, в связи с экспортом, ограничительными мерами и так далее, есть падение продаж в связи с падением внутреннего спроса, допустим, какие-то иные, не связанные с этим причинами. То есть надо для каждой категории давать свои меры поддержки. Но, в принципе, это все можно автоматизировать, не теряя времени на запрос данных у компании. Вот это мне идея очень импонирует, то, что сделать как в Швеции и как в Европе, то, что через налоговую базу видно, кто конкретно делал свои выплаты, налоговые поступления приходили, и посмотреть уже на доходы и какой-то процент, как 15-20%, сразу автоматически давать такую помощь, как и крупным, так и средним, и мелким компаниям. Здесь, конечно, очень много будет вопросов, но будем ждать, будем ждать новый пакет мер от государства, посмотрим, на кого он придется, и кто как раз с использованием каких инструментов и механизмов будет получать своевременную поддержку. И, конечно, будем надеяться, что скорость принятия решения будет соответствующая, что все получат вовремя свою помощь. Я предлагаю сейчас перейти, переключиться на такой вопрос, учитывая время, который связан с налогами, как раз, мы вот начали говорить, и с налогом, который затрагивает каждого уже индивидуального человека. До этого мы говорили, что есть люди, которые, скажем, компании, там затрагивается компания, затрагиваются сотрудники этой компании, а когда мы говорим про индивидуальный подоходный налог, то здесь затрагивается уже каждый человек. Изначально, опять же, информация прошла одна. Я даже видел в своем фейсбук-посте, ты писал, что информация первичная, табличка, которую рассылал, что она не соответствует действительности. Это вообще был слайд взят для обсуждения, а его уже распространили. Потом дальше в следующем посте у тебя была информация по применению такой прогрессивной шкалы от нуля до 20%. И вот вопрос такой, почему все-таки именно сейчас встал вопрос по применению вот этой прогрессивной шкалы. Понятно, что сейчас, конечно, поступлений нам ожидать от сектора нефтегазового, горнорудного на уровне прошлых лет наверное не стоит в ближайший год-два, но все же почему именно эта мера, хотя она понятно при всем расчете 55 миллиардов тенге, возможно это крупная сумма для какого-то там разовой операции, но для масштабов Казахстана наверное это не самые большие деньги. Почему именно эту меру решили принять именно сейчас, сейчас, или хотя бы даже предложить для рассмотрения? Честно говоря, я я не автор меры и поэтому мне сложно сказать, почему сейчас это предложили, но могу как бы попытаться угадать, то есть вопрос есть два момента, которые надо решить, с одной стороны есть в отношении кого надо сейчас на налогу нагрузку снизить, и есть вопрос того, что все-таки для бюджета эти потери надо как-то восполнить. Естественно, это прогрессивный налог, он как бы решает обе задачи, то есть кого-то он снижает нагрузку и переносит потом эту нагрузку на тех, у кого есть возможность. И это, естественно, больше обладатели крупного капитала этот, ну здесь в принципе с такой формат это логично. Если, конечно, вдруг окажется, что прогрессивный налог несет повышение общей нагрузки, ну так, конечно, нельзя. Я не думаю, что президент, когда озвучивал про прогрессивный налог, он подразумевал повышение налога нагрузки. Многие подумали так, что вот прогрессивный налог это повышение, и вот этому мнению способствовало наличие предыдущего, предыдущих попыток государства через прогрессивный налог повысить эту нагрузку. Это оно как бы подтолкнуло к этому. На самом деле, то предыдущие попытки, они, кроме общего названия, что это прогрессивный налог, с точки зрения уровней там не имеет общего. То есть здесь не предполагалось, что общую нагрузку будет повышать. я потом сам тоже услышав эту идею, пытался передать вот эти как бы свое видение по прогрессивному налогу, и на самом деле есть конструкции, которые позволяют снизить нагрузку для минимум 95% людей. и сделать вот эту сниженную нагрузку не вот как сейчас на 6 месяцев далее, то есть не на 6 месяцев, а вот на более длительный срок надо делать это на постоянной основе. примерно так. понятно. Вот я хочу рассказать немножко в историю перейти. Если брать историю Казахстана, то до 2002 года как раз прогрессивная шкала она использовалась. Раньше только процент был 5, 10, 15 и 20. и потом такие вот герои того времени это Марченко Какимжанов они все говорили, что во-первых есть компании которые белые, есть компании которые серые, те компании которые белые они как платили налоги, так и платят, а вот те компании которые серые, то у них нету никаких стимулов платить налоги, чем выше, тем конечно стимул меньше. И поэтому благодаря усилиям различных на то время экспертов и людей которые решали было принято решение в 2002 году отменить прогрессивную шкалу, что в принципе было хорошо воспринято. И вот что так сильно поменялось за эти годы, что сейчас решили решили вот тоже опять вернуться к обсуждению этого вопроса. Я вот не совсем помню цифры, но могу чтобы ошибаться, но скорее всего тогда в 90-х 2000-х годах, в начале 2000-х годов там было так, что легче было заплатить КПН, чем налоги, зарплаты. Поэтому все старались не платить налоги, зарплаты, занижать конверт. И вот это ненависть. Потом второе, даже та старая прогрессивная схема, если я правильно помню, она не подразумевала никаких вычетов. Мы берем зарубежный опыт, в зарубежных странах высокая ставка и так далее, но при этом мы не применяем некоторые инструменты, которые фактически снижают эту нагрузку. Все развитые страны очень сильно используют вычеты, которые снижают эту нагрузку. И потом есть еще такой нюанс, который связан со всеобщим декларированием. Он у нас, к сожалению, откладывается, откладывается, но его на самом деле надо внедрить, декларирование это обязательное приложение любого подоходного налога. Но к сожалению, он у нас пошел тоже более жестким сценарием. Декларирование было практически заявлено как одна из мер по борьбе с коррупцией. Это совсем не так, не должно быть. По борьбе с коррупцией есть достаточно своих эффективных инструментов. А декларирование это изначально, когда только появлялось декларирование в развитых странах, это был способ снижения налоговой нагрузки на людей через применение вычетов. Человек в декларации указывал, на что потратил деньги и, соответственно, просил я на образование подратил, на дом подратил, на вот это подратил и просил эти деньги вычесть из налогоблагодаримого дохода. И через декларацию по сути государство с одной стороны видело социальную кардину по каждому с другой помогало снижать нагрузку. Это был смысл декларирования, но никак не борьба с коррупцией. Когда все сдают декларацию, естественно, косвенные последствия, ты так видишь вход-выход денег на всех участках, и, соответственно, там легко выявить коррупционера. Это косвенные последствия, положительные борьбы с коррупцией, но это не должно быть такой основной целью или идеологией декларирования. И есть прогрессивный налог, некоторые говорят, что он вместе со всеобщим декларированием должен быть принят. Я с этим тоже согласен. В этом есть логика. Прогрессивный налог, если вычислен, соответственно, это упирается в декларирование. И опять же, прогрессивный налог есть два способа. Первый способ повысить ставки, второй способ общую нагрузку не повышать, просто перераспалить между разными категориями людей. То есть второй правильно. И есть еще один ниванс. Если у нас есть система налогов и сборов с фондом бота труда, если ничего не менять и только менять прогрессивную шкалу, оно как бы особого эффекта не даст. Но если будет меняться все, вся конструкция налогов и сборов по фонд, тогда прогрессивный налог его можно делать. И кстати, в прошлом году в последний президент говорил, что будет делаться модернизация налоговой системы по налогов сборов по фонду оплаты труда. Поэтому здесь можно предположить, что скорее всего прогрессивный налог будет в рамках вот этой модернизации применяться. Поэтому суть нагрузка на фото расти не будет. Это отличные новости. Я видел также, что в своих комментариях ты писал, что обязательно хотел бы войти в рабочую группу и полностью эти все аспекты изложить и попытаться, чтобы все это было логично в общей привязке к модернизации нашей налоговой системы. И что все мнения различных сторон, как крупного, среднего бизнеса, всех подряд будут учитываться при обсуждении. Это очень хорошо и то, что это будет обсуждаться в ближайший год, конечно, дает надежду. Я со своей стороны желаю удачи в работе всей вот этой рабочей группы, чтобы она вынесла правильное решение. Потому что с одной стороны понятно, когда мы говорим про справедливость и это важно. И, конечно, если кто-то зарабатывает больше, то он, скорее всего, готов больше платить, чтобы те, кто зарабатывает меньше, получили больше благ. Но главное, чтобы все, скажем, вот эти блага доходили до всех. Это, на самом деле, ключевое требование всего того среднего класса и даже обладателей капиталов, что мы готовы платить, я сам средний класс, и все эти люди говорят, мы готовы платить даже большую нагрузку. Вопрос в том, как дальше эти налоги будут тратиться. Если честно, то я не готова. Да, абсолютно правильно. Но мы, я тоже согласен с этим утверждением. У нас осталось буквально четыре минуты. Я вот смотрю по тем вопросам, которые приходят в интернете, в комментариях. В основном, если взять топовый вопрос, все говорят, что хотели бы услышать твое мнение по части как раз обменного курса прогнозов на этот год, если ты бы хотел их дать, поделиться. Я знаю, что раньше ты часто делал прогнозы, но последний год этих, или там даже два, этих прогнозов ты крайне редко даешь. поэтому как пожелание, да, там. Да, нет, сейчас по курсу вообще повалительной политики я возберну. Понятно. Ну, я тогда со своей стороны, Улжат, если позволишь, хотел бы, во-первых, поблагодарить тебя за то, что говоришь то, что, во-первых, думаешь, а то, что думаешь, то говоришь, да. Это очень важно в наше время, когда человек может делиться своим мнением, я считаю, когда мы, вот ты назвал основные проблемы, это первое, безработица, второе, нехватка жилья, третье, это целевая зависимость, четвертое, это оптимизация государственной структуры и пятое, это регулирование, да, внутри государства различных вопросов. Вот как раз говоря про госструктуру и основное изменение, если все будут говорить, как в Штатах или в UK принято, stand and speak up, да, и выражать свою точку зрения, и как раз дискуссировать, то, конечно же, все изменения будут идти к лучшему. Также вот хотел резюмировать то, что по части поддержки малого-среднего бизнеса, его нужно поддерживать, и также нужно поддерживать и крупный бизнес, для того, чтобы завтра не было существенных искажений и негативных последствий для экономики Казахстана. также вот большое спасибо, что поделился вот своим видением по части стандартных и нестандартных решений, и то, что у нас все-таки стандартные решения превалируют, но нестандартных решений хотелось бы больше, которые, а, были бы своевременные, и, во-первых, эти решения касались бы правильных компаний, которые, как в Швеции, возможно, выбирались бы на основании предыдущих платежей через налоговую базу или доходов за предыдущий год, там, и какой-то процент полностью гарантировался государству. И в привязке к КПН-у будем тоже надеяться, что рабочая группа внемлет всем словам, и ты как раз сыграешь там тоже немаловажную роль путем разъяснения, как вот ты населению разъясняешь то, что говорит правительство, также теперь уже, наверное, в рабочей группе разъяснишь, что же говорит средний класс, да? Что же он хочет сказать? Поэтому еще раз большое спасибо, тебе хорошего вечера, у Роза Ходолбов и хороших выходных. Рахмет, хороший эфир получился, тебе спасибо за такое. Всем, кто смотрел, всем удачи, всем спасибо за внимание. Спасибо. До свидания. Ложа. Да, хорошего вечера и давайте всем слушателям, вам большое спасибо, что подсоединились и сегодня вечер провели с нами. Большое спасибо. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok